Миллион за свободу под такой залог отпустили из-под стражи мэра Чопа. Его, я напомню, подозревают во взяточничестве. Якобы вместе с депутатом Гурсовета и архитектором они вымогали у предпринимателя 4 тысячи долларов. Все подробности расскажет Марина Коваль. На заседание мэра Чопа привозят полицейские в штатском. По данным прокуратуры, он вместе с депутатом Гурсовета и архитектором требовал взятку у предпринимателя, который хотел установить мафы в центре города. Прокуроры просят суд назначить залог 1 миллион гривен, либо содержание под стражей. Сам мэр заявляет, денег не брал и даже не требовал, его руки чисты. И в знак протеста объявляет голодовку. Определенных спецорганов меченые деньги подкинули. Защитники просят освободить мэра под его личные обязательства. Но судья избирает меру пресечения отстранить от выполнения обязанностей и выпустить под залог миллион гривен. Куда миллион будут избираться? Побачим. Нет, куда собирать. Дальше меру пресечения избирают депутат учебского Гурсовета Виталий Русину, в карманах которого полицейские нашли деньги. Защитник уверяет, это не взятка, а спонсорская помощь футбольному клубу, президентом которого он является. Мол, предприниматель сам предложил, а депутат не смог отказаться. А вот как часть благотворительных денег оказалась у мэра, защитник депутата объяснить не смог. В результате Русина тоже отпускают под залог 120 тысяч гривен. Что касается третьего фигуранта дела архитектора, его отправляют под домашний арест. Он вдовец и сам воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.